Я сегодня расскажу о тех работах, которые вызвали наибольший интерес публике в работах в области глубокого обучения. Я не могу сказать, что обязательно они являются глубоко прорывными с точки зрения технологий и науки, хотя пара из них была опубликована в журнале Nature и попала на обложку. Другая пара не была опубликована в журнале Nature. Но с точки зрения восприятия в обществе дипленинга, они произвели достаточно большой эффект. И я думаю, что многим бы из вас хотелось бы, хотя может быть часть из них вы, конечно же, знаете, как работают эти алгоритмы, а часть я хотел бы вам рассказать поподробнее о том, что же и как там было устроено. Но это вот здесь, кстати, выглядит представление о том, как выглядит работа дата-сайентиста в области глубокого обучения. Видите, сверточная сеть там изображена сверху. Все как надо. Итак, мы начинаем с самого первого хита. Эта работа появилась в начале прошлого года. В феврале 2015 года журнал Nature вышел вот с такой вот обложкой, где была написана следующая вещь, что самообучающийся искусственный интеллект достиг и превысил уровень человека по игре в игроатари. Что же за результат был получен? Задача выглядела так, что у нас есть набор игр от Ари, и алгоритм изначально не знает про то, в какую игру он должен научиться играть. То есть он не знает правила этой игры. На вход алгоритму подается только изображение, то, что видит игрок на мониторе, и очки увеличиваются или уменьшаются. А на выходе алгоритм должен управлять джойстиком, соответственно, все как человек. И вопрос в том, можем ли мы найти такой универсальный алгоритм, который может решить эту задачу. Это постановка. Обычно такие задачи, я вам первую работу чуть поподробнее расскажу, другие будут побыстрее, чтобы вы понимали, как обычно решаются такие задачи. Такие задачи обычно решаются при помощи подхода, который получил название обучения с подкреплением в машинном обучении. Это подход, который говорит, что у нас есть некоторый агент, здесь он изображен в виде мозга. Этот агент взаимодействует с миром, получая из мира некоторое состояние S, о том, в каком состоянии находится в данный момент мир. И на основании этой информации он принимает решение, какое он действие A он совершит. И затем, после того, как он это действие совершил, он получает новое состояние мира и, возможно, некоторую награду, которая говорит о том, насколько хорошо он решает эту задачу. Соответственно, в такой самой жестокой постановке агент не знает никакой модели мира, он знает только возможные действия, которые можно совершать, и получает информацию о наградах. Соответственно, он должен выучить то, какие состояния в мире существуют, какие действия в каких состояниях срабатывают, и также, как максимизировать свою награду. Значит, задача, соответственно, ставится так, что у нас есть некоторая политика, которая ставит соответствие состоянию мира S действия A, и мы хотим максимизировать некоторую функцию полезности, которая отражает полную ожидаемую награду при выборе действия в данном состоянии. То есть как бы в каждом состоянии эта функция должна сказать, какое же действие в будущем нас приведет к максимальной награде. Простыми словами, насколько хорошо действие A в данном состоянии S. Как мы будем искать эту функцию? Самый базовый способ найти эту функцию, это уравнение, такое итерационное уравнение Беллмана. Смысл этого уравнения такой. Смотрите, мы как бы хотим постоянно уточнять нашу оценку того, насколько данное действие в данном состоянии хорошо или плохо. Поэтому у нас вот есть наша оценка в момент, после того, как мы совершили действие, она чему равна? Она вот равна нашей оценке, той оценке, которая была старой, когда мы действие выбирали, плюс некоторая коррекция, которая вычисляется следующим образом, что у нас есть скорость обучения, которая в общем случае может зависеть от состояния действия, и есть разность между той ожидаемой наградой, которую мы прогнозировали, и той наградой, которую мы получили в действительности. Если, соответственно, наш прогноз оказался не очень хорошим в положительную сторону, то есть мы, например, недооценили награду, а награды получили больше, значит нам вероятность этого действия нужно увеличить. Если мы думали, что у нас будет больше наград, а получили меньше, значит вероятность этого действия нужно уменьшить, соответственно, снизить эту оценку. Но понятно, что в такой классической постановке нам нужно откуда-то взять вот это состояние мира S. Если вы как бы вспомните изначальную постановку, то у нас есть экран с пикселями. Представьте, сколько вы легко, каждый из вас может посчитать, сколько состояний у нас есть, и поэтому нужно придумать какую-то функцию, которая бы аппроксимировала эти состояния. И в качестве такой функции может использоваться нейронная сеть. Соответственно, вопрос тогда остается так, а как перенести вот этот метод обучения с подкреплением, который мы знаем в тех задачах, когда у нас все состояния определены, на нейросетевую основу. Для этого используется такой метод, что мы можем, соответственно, аппроксимировать нашу политику, нашу стратегию поведения функции Q. Это и есть наша нейронная сеть, которая будет выдавать на выходе, грубо говоря, на вход мы подаем в состояние S, а на выходе это оценка, наша оценка Q действий, то есть оценка ожидаемой награды. Теперь нам нужно минимизировать вот такую вот среднеквадратичную ошибку как раз, которая и сравнивает ожидаемую награду в реальности полученную с той, с которой мы предсказали. Такой простой перенос этого алгоритма приводит к тому, что задача как-то плохо решается, и в таком вульгарном использовании обучения с подкреплением с переноси на нейронные сети сходимости нет. И как раз вот что ставит себе заслуга автора этой статьи в журнале Nature в том, что они предложили два метода, которые позволили эту сходимость значительно увеличить, снять эту проблему. Первый трюк, который они применили, он заключается в том, что мы строим так называемое проигрывание опыта или memory replay. Вообще этот феномен наблюдается в мозге у животных, и если вы знаете, что эта статья вообще была опубликована, вышла, можно сказать, из стартапа DeepMind, основатель которого Демис Хасабис, он изучал нейронауки, и поэтому он как раз пытается какие-то идеи привознести из нейронаука в машинное обучение. Соответственно, этот метод выглядит таким образом, что мы сначала совершаем много-много-много действий и записываем некоторую историю, а затем начинаем на этой истории уже учить нашу нейросеть, выбирая случайным образом переходы, то есть как бы некоторое состояние, действие, следующее состояние и награду. И так как мы выбираем вот эти вот шаги не последовательно, а в разбивку, то это позволяет нам улучшить, разрушить корреляцию между последующими состояниями и улучшить сходимость наших методов. Следующий трюк, который они применили, можно назвать заморозкой нейросети, заморозкой Q-сети. Он нужен для того как раз, чтобы увеличить, можно сказать, градиент для сходимости нашей функции. И выглядит он так, что мы в какой-то момент замораживаем веса у нашей сети и начинаем учить другую копию нашей сети, постоянно рассчитывая разность в работе старого варианта и нового варианта. И таким образом мы получаем лучшее приближение значений Q. Через некоторое время мы повторяем эту операцию, уже новую, более обученную сеть мы замораживаем и продолжаем обучение. Также они ограничили амплитуду награды вне зависимости от того, сколько очков алгоритм получает в разных играх. Это может быть разное количество и оно может варьироваться в зависимости от действия. Они это просто сделали, что если очки увеличились, то это плюс один награда, если очки уменьшились, то минус один. Соответственно, наша задача обучения с подкреплением стала в играх Atari классическая выглядит так вот. Есть состояние игры, есть подкрепление, есть действие. Это архитектура сети, которую они использовали. То есть у нас сеть состояла из двух больших блоков. Первый блок, который можно назвать входным, он состоял из сверточной сети, которая анализировала изображение, которое в данный момент генерировалось с симулятором игры, и двумя полносвязанными слоями, которые и тренировались на то, чтобы выбирать действия. Это результаты, которые были получены на 49 игр Atari. Вот синим показана производительность алгоритма предложенного, а серые линии это отделяет среднестатистического человека. Вот все, что левее, это лучше человека, все, что правее, это хуже человека. Вот как-то вы видите, что в некоторые игры намного лучше человек играет. Это пример того, как выглядит обучившийся, как обучившийся алгоритм управляет подводной лодкой в игре Sequest. Перескочил. Ну вот как-то так. Сложность этой игры заключается в том, что здесь, видите, снизу показан кислород, и подводной лодке нужно всплывать время от времени для того, чтобы набрать кислород. И таким образом ей нужно следить сразу же за несколькими параметрами, которые нужно оптимизировать. С одной стороны, нужно собирать водолазов, расстреливать всякие объекты, а с другой стороны, нужно постоянно следить за тем, чтобы кислород не закончился, иначе ты погибнешь. Вот. Я надеюсь, что вы достаточно насладились. этой игрой замечательной. Можем перейти к следующему слайду. И когда была опубликована эта статья, авторы сделали такую замечательную вещь. Они также опубликовали и весь исходный код к этой статье. Соответственно, это открыло возможность для того, чтобы с ним побаловаться и получить какие-то результаты, которые могли бы улучшить то, что было сделано. мы не применялись воспользоваться этой возможностью и организовали в июле хакатон, недельный, который был совмещен с научной школой. В рамках этого хакатона задача была, взяв исходный код дипмайнда, доработать его, предложить какие-то его модификации, которые позволили бы лучше играть. И, соответственно, также параллельно мы пригласили ведущих исследователей в области глубокого обучения прочитать лекции для участников хакатона, для того, чтобы они могли придумать что-то интересное и как-то самые последние разработки внедрить в свои решения. И очень удачно прошло мероприятие. Команда, которая заняла первое место, она написала по результатам своей работы статью, подала ее на НИПС-воркшоп. Статья там прошла рецензирование, у них был приз, они поехали на НИПС, там доложили свою работу. И воркшоп был как раз организован людьми из дипмайда и был посвящен ровно этой задачи. То есть, можно сказать, летом они только начали этим заниматься, а через полгода уже поехали, грубо говоря, на мировом уровне свои результаты докладывать. Вот такие замечательные вещи можно делать. Следующая хитовая работа, про которую я хотел рассказать, это копирование стиля художественной работы. Вот здесь он называется ванкотики. Можно взять котиков и портрет Ван Гога, а потом перенести стиль Ван Гога на котика. И так, в принципе, можно сделать с любым изображением. Здесь показано, как это работает, архитектура сети. То есть, что, ну, работа называется A Neural Algorithm of Artistic Style. Здесь ссылка, кто интересуется, может с деталями посмотреть по ссылке. Что у нас здесь есть? На вход алгоритма мы подаем два изображения. Первое изображение сверху — это так, то изображение, стиль, которого мы хотим скопировать, а нижняя картинка — это то изображение, к которому мы хотим этот стиль применить. И, соответственно, затем происходит некоторое смешение этих двух вещей, которое происходит следующим образом. Мы строим два таких... Рассчитываем две ошибки. Одну ошибку для воспроизведения содержания изображения, это показано снизу. А вторую ошибку рассчитываем для воспроизведения стиля. Давайте сначала посмотрим, как работает реконструкция содержания. То есть мы здесь на каждом... То есть здесь как бы показана сверточная сеть. На каждом слое сверточной сети мы берем и подаем на вход нашего алгоритма два изображения. Первое изображение — это исходное изображение, а второе изображение — это просто картинка, заполненная белым шумом. А затем наша задача, когда мы выберем какой-то один из слоев, вот здесь просто показаны снизу разные слои нашей сверточной сети на разном уровне масштаба. Мы, изменяя пиксели нашего зашумленного изображения, минимизируем ошибку так, чтобы в картах-признаках у нас была ошибка минимальная в данном слое. Соответственно, таким образом мы как бы... Этот метод атернативно сходится к тому, что наше зашумленное изначальное изображение становится похожим на то изображение, которое у нас является исходным. Для стиля мы делаем схожую вещь. Вот там сверху приведены справа формулы. Но здесь мы как бы реконструируем не пространственное расположение признаков, как мы делали снизу. То есть мы как бы пытаемся аппроксимировать, найти в шуме такие же признаки в пространстве, как и в исходном изображении. А сверху мы ищем эти признаки, как бы оптимизируем их не в пространстве изображения, не в плоскости изображения, а в пространстве всех возможных признаков, которые есть. То есть мы пытаемся в нашем зашумленном изображении найти те признаки, которые соответствуют признакам, фильтрам наших сверточных слоев. Вот там снизу вы видите матрица грамма вычисляется. То есть мы берем сумму произведений вот этих наших сверточных фильтров. И это позволяет разделить между собой содержание изображения и стиль изображения. После того, как мы это разделили, мы теперь можем совместить эти две компоненты. То есть вот там сверху показана окончательная ошибка, которая используется. У нас есть наш функционал ошибки для содержания изображения и функционал ошибки для стиля. И мы с некоторыми коэффициентами их складываем. И в зависимости от того, с какого слоя мы берем ошибку, мы можем получить разные степени выраженности стиля в нашем изображении. Здесь показан как раз набор того, как это происходит. Здесь по столбцам идут разные отношения коэффициентов альфа к бета. То есть слева мы больше отдаем предпочтение ошибке, которая связана с стилем. А в самых правых столбцах там наибольший вклад наносит ошибка, которая связана с самим изображением. А по строкам у нас идут слои сети, с которой мы берем. Таким образом у нас получается вот там справа, в самом верху наиболее реалистичное изображение, а вниз все более и более стилизованное, но с сохранением большинства деталей. Ну и потом как бы вот это наше исходное изображение, мы можем взять разные стили разных художников и применить к этому изображению. И мы видим, что фактически наша сеть как бы перерисовывает исходное изображение в том стиле, какой бы мы хотели получить. И это сейчас реализовано, есть такой даже веб-сервис DeepArt.io. Вы можете загрузить туда две фотографии, она как бы соответственно стиль с одной фотографии, с одного изображения перенесет на вашу фотографию или на другое изображение за какое-то время, и вы будете счастливы. А можно просто скачать исходный код для этого, конечно, что я думаю, что для вас гораздо более удобно запустить его и поиграться с этим. Окей. Следующий хит, про который хотел рассказать, это появление популярных результатов по чат-ботам. То есть по чат-ботам, построенным на глубоких нейронных сетях. Летом вышла статья из Google Brain, автора Виньелс и Ликвок. Статья называется A Neural Conversational Model, в которой они применили опубликованную годом ранее модель Sequence-to-Sequence Learning. Здесь используются рекуррентные нейронные сети. Я не знаю, если кто-то из вас не знает, то отличие от стандартной нейронной сети, про которую, я думаю, все здесь знают, заключается в том, что у нас, если мы представим скрытые слои нашей сети вот здесь таким квадратиком с буковкой А, то в стандартной сети прямого распространения у нас сигнал, он как бы подается на вход сети, это Х, а потом выход H, он как бы сигнал прошел, и все внутренние состояния нашей сети забываются, когда на вход подается следующий входной вектор. А в рекуррентной сети у нас также присутствует еще на вход сети подается вход со всех внутренних состояний сети возбуждения нейронов внутреннего слоя на предыдущем такте времени. Они использовали сеть из LSTM нейронов, из таких LSTM ячеек. Вот здесь снизу приведена очень простая вещь, как бы LSTM, я думаю, что вы все тут, я вам сейчас быстро расскажу, даже кто-то не знает поймет, это было предложено Юргеном Шмидтхубером для борьбы как раз с затуханием градиентов и с забыванием сетью своих предыдущих состояний. То есть у нас есть такая ячейка, в которой у нас хранится некоторое значение памяти, и есть наш некоторый текущий вход XT, и мы можем, с одной стороны, отталкиваясь от этого входа, стереть то, что у нас в памяти хранится, с другой стороны, мы можем добавить к нашей памяти какое-то значение в зависимости от того, что нам пришло сейчас на вход, и затем также, в зависимости от того, что мы сейчас видим, вывести то, что хранится в памяти, на выход нашей сети. Вот здесь просто как бы соответственно для каждого из этих функций здесь у нас есть отдельные как бы элементы, веса которых настраиваются по помощи стандартного метода обратного распространения ошибки. А справа приведены диалоги, которые генерирует данная сеть после обучения на субтитрах сериалов. Вы посмотрите, какие философские разговоры может вести такой нейро-чат-бот. Человек спрашивает, какова цель жизни? Компьютер отвечает, чтобы служить большему добру. Какова цель, зачем стоит жить? Жить стоит за тем, чтобы жить навсегда. Какова цель существования? Цель существования найти то, что происходит, когда мы приходим на планету Земля. Где ты находишься сейчас? Я нахожусь где-то в самом центре, как это по-русски сказать, ничего, бесконечности и так далее. Вот такие классные результаты. И мы когда увидели эти результаты, увидели там другие еще вещи, связанные с применением. Здесь предсказание диалогов, как учится этот алгоритм. На него подается много-много субтитров, и он выучивает, какие слова идут следующими. И потом пытается по входной последовательности слов предсказать ту последовательность, которая должна ее продолжить. Соответственно, есть еще более хардкорный подход к этой задаче, который говорит, что нам нужно учиться не на словаре и не на словах, а на символах. То есть у нас на вход алгоритм подается символ, и он должен предсказать, когда последовательность символов их продолжит. И такой Андрей Карпатый, он выложил исходный код и применил его для англоязычных разных источников. Не только англоязычных, также он, например, для исходного кода Линукса применил, попытался сгенерировать Линукс. Но вот мы попытались применить его к русскому языку для посимволенной генерации. То есть, как вы смотрите, модель ничего не знает о русском языке, не знает ни грамматики, ни словаря, ничего, ничего, ничего. Вот мы подаем ей что-то на вход. В нашем случае это было там какие-то десятки миллионов слов. И после этого она выучивает, грубо говоря, русский язык и может даже что-то ответить, хотя не всегда слишком разумное. Вот есть очень много примеров, я зачитаю парочку. Ну, например, какой чудесный вечер, не правда ли? Это вопрос. Ответ. Ты действительно думаешь, запятая, что я буду помнить об этом вопросительный знак? То есть, вот видите, как бы это, смотрите, там нет никаких правил, никакой грамматики, ничего нет, а вот такие ответы. Или вот следующее, то, что очень назидательно с нашей точки зрения от текущего момента. Забавно, но ты всего лишь программой никогда не сможешь мыслить. Ответ. Конечно, дело в том, что сейчас не лучшее время. То есть, понимаете, как бы сложно интерпретировать, насколько эти ответы осмыслены. Но когда получаешь такой ответ, то начинаешь задумываться, как бы, может быть, там действительно что-то разумное находится с той стороны. И здесь, с одной стороны, мы очень впечатлились этими результатами, а с другой стороны, осенью такой институт по исследованию искусственного интеллекта, это частный институт, который создал Пол Аллен, один из сооснователей Майкрософта, они объявили на Кегле конкурс, в котором нужно было правильно выбирать ответы для теста восьмого класса американской школы. Соответственно, мы решили воспользоваться этой замечательной возможностью, так как Кегл уже обеспечил всю проверку результатов, нам осталось только организовать лекции, и мы решили, что обязательно нужно провести второй хакатон, который мы назвали DeepHack Q&A. И мы его провели, было 300 заявок, соответственно, мы отобрали 50 участников. Вот это здесь справа список лекторов, которые у нас прочитали лекции. Приехали замечательные люди. Вот, например, лектор, вот слева сидит это Роб Фергюс, ведущий исследователь из лаборатории по искусственному интеллекту Фейсбука. И вот с Иваном Лобовым, который будет читать, они, видите, за одним столом работают там на хакатоне, каждый делает свое. Вот, также у нас на хакатон приехал Томаш Миколов, который прочитал лекцию, и Фил Блансом из DeepMind. Вот, и по итогу в 20-ку, когда конкурс завершился, в 20-ку вошло 6 команд из участников хакатона. Но вот самый высокий результат удалось достичь команде четвертое место. Здесь показаны, как красным отмечены те места, которые заданы команды, которые участвовали в хакатоне. И последний результат, про который хотел бы сегодня рассказать, он интересен тем, что, с одной стороны, он, опять же, недавно появился, а с другой стороны, то, что он будет введением к каким-то последующим событиям, которые произойдут на следующей неделе. Это, опять же, статья в Nature. И опять работа, которая была представлена в журнал компании DeepMind. Это стартап, который купил в 2014 году, купила компания Google. И, соответственно, как вы помните, первая статья была про игры в Atari, а вторая статья тоже попала на обложку, и она была про то, что им удалось сделать алгоритм, которому удалось обыграть чемпиона Европы в Go. Программа называется AlphaGo. И я вам сейчас кратко расскажу, как им удалось достичь этого результата. Как же работает AlphaGo? Значит, они взяли, можно рассказать это исторически, развивали это решение постепенно. Первый самый примитивный подход, который здесь может быть использован, это построение некоторого предиктора, который бы предсказывал действия по тому, какое состояние доски сейчас присутствует. То есть вы видите, вот здесь слева мы начнем сейчас, написано Human Expert Positions. То есть у нас есть база данных по многим-многим-многим играм в Go. И мы знаем, какие игры чем закончились, как игроки обычно ходили. И задача алгоритма такая, что нужно при помощи обучения с подкреплением построить такой полиси, такую сеть для того, чтобы быстро посчитать, какой ход нужно предпринять. Здесь они использовали такой не совсем честный end-to-end подход. Они сделали некоторые там фичи инжиниринг, ручками задали несколько релевантных признаков, которые описывают достаточно хорошо евристические позиции в Go. И получили алгоритм. Потом, значит, вторая у них часть этого алгоритма, который потом будет в целом объединен в общую систему AlphaGo, заключалась в том, что они, используя вот примерно такой же метод, который мы рассматривали нейросетевого глубокого обучения в первой статье, они ее применили к играм в Go. И, соответственно, учились генерировать действия при помощи более сложной нейросети, которая получала на вход именно полностью все состояние позиции. Затем, когда они натренировали этот алгоритм более-менее хорошо играть, они взяли веса и перенесли их в другую сеть, которая уже стала играть сама против себя. То есть если в первом случае у нас обучение происходило на данных, на играх, которые были реально сыграны, то вот здесь вот self-play positions значит, что алгоритм, он как бы играл против самого себя на несколько итераций, на несколько попыток раньше. И вот так много-много-много-много игр, я обучался с подкреплением, как можно лучше выигрывать игры. Те веса, которые получились в сети после этого, были перенесены в следующую сеть, которая уже не играла, а просто оценивала то или иное состояние, насколько оно потенциально ведет к выигрышу. Это им нужно было, потому что здесь они не смогли эту задачу решить полностью на нейронных сетях, они ее совместили с поиском по дереву при помощи Монте-Карло, Монте-Карло-тресеч. И как раз там им нужно было использовать все эти элементы, в частности оценку следующего состояния. То есть вы видите, что справа показано, как результат работы этих алгоритмов. Вот здесь вот первое, это где полиси Network, она показывает, что она на доске выдает предпочтительность того или иного хода, а Value Network выдает только одно значение, которое полностью оценивает эту позицию. А затем, значит, они это все объединили для того, чтобы делать поиск по дереву решений. Но понятно, что как раз проблема-то с Go в отличие от шахмат в том, что там пространства, состояний гораздо больше, и просто делать в лоб поиск сложно. Поэтому они и придумали вот эти все аппроксиматоры, которые бы аппроксимировали состояние и пытались бы их оценить тем или иным способом, чтобы этот поиск направить каким-то образом и сократить его. Соответственно, у них весь поиск состоял из таких этапов. Сначала у них был выбор того или иного перехода. Затем те вершины, те состояния, для которых у них еще до этого рассчитано переходов, не было рассчитано кузначения, они могли раскрываться при выполнении определенных критериев. И затем для них при помощи вот этой быстрой политики, самой как бы маленькой сети, но которая считала в 10 раз быстрее, чем большая сеть, обученная на полном состоянии, они как бы делали эволюэйшн, то есть они рассчитывали полностью игру до конца, используя такой быстрый алгоритм, и смотрели, приведет этот ход к выигрышу или нет. И получив для нескольких листьев такие роллауты, они могли сделать, обновить оценки предпочтительности тех или иных действий в тех или иных состоянии. Вот как работал итог работы этого алгоритма. Давайте сначала посмотрим на центральный график. Вот видите, здесь показано то, насколько каждый из этих компонентов, которые я перечислил выше, вносит вклад в итоговый результат. То есть здесь, значит, чем больше, тем выше. Вот видно, что если мы просто используем rollouts, то есть самый примитивный алгоритм, мы получаем самый плохой результат. Затем, значит, мы policy network, мы чуть улучшаем результат, value network еще немножко улучшаем. Потом, когда мы их начинаем комбинировать, у нас все лучше и лучше результаты. И под конец, когда мы все эти методы используем, мы достигаем максимальных значений. Затем, значит, они устроили турнир, в котором они соревновались с другими программами, до этого существовавшими по игре в Go. Вот здесь они перечислены справа. Gnougal, Fugle, Petchy Zen, Crazy Stone. И зеленым показан чемпион Европы, Фэн Хуи, видимо, так стоит произносить его фамилию. И вот AlphaGo и AlphaGo распределенные версии. Видите, что она значительно превосходит другие программы, которые существовали до сих пор, и играет на уровне европейского чемпиона. То есть она его обыграла в матче из пяти игр. По-моему, все пять игр она выиграла у него. И это была нераспределенная версия программы. Справа приведены результаты, которые могут быть получены на распределенной версии при использовании большего числа вычислительных узлов или ядер, графических и так далее. С учетом того, что мы даем по две секунды на расчет хода. То есть у нас есть ограничения по времени, сколько мы можем считать. Но самое интересное заключается в том, что они договорились, что они будут играть с действующим чемпионом мира по ГО. И это случится с восьмого по... Матч пройдет с восьмого по пятнадцатого марта. Так что скоро, в следующую среду, мы узнаем результаты, кто же выиграет. Вот справа это Ли Сидол из Южной Кореи, кто является текущим чемпионом. А слева вот такая там видеостена. Они устроили такую презентацию. Слева это Дэмис Хасабис из Дипмайнда. Вот они объявляют, что такой будет матч сыгран. Ну вот я надеюсь, что вас впечатлили вот эти вот четыре хита за прошлый год. Ну хотя было еще и так очень-очень много. Было сложно выбрать, из чего же выбирать эти хиты. Потому что в последние годы глубокие нейронные сети, они просто как бульдозер закатываются во все сферы нашей жизни. Используются там для распознавания речи практически всеми платформами современными, которые вы используете. Распознавание объектов на изображениях во многих сервисах, которыми вы пользуетесь и так далее и тому подобное. Игры, художники, чат-боты и опять игры. Вот то, чем нас поразили за прошлый год в глубокие нейронные сети. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Если есть время, я не знаю. Сейчас Алекс говорит. Так, есть вопросы? Надо включить этот микрофон, там кнопочку нажать. Это работает. Раз, два, три. Раз, два, три. Какие планы на ближайшее время про проведение еще хакатонов и таких вот громких проектов? Ну, то есть анонс. Ну, а вот вам какая задача больше всего кажется интересной для такого хакатона? Ну, вот что в голову первое пришло? Чего бы здорово было бы организовать хакатон по какой теме? Ну, больше интересны игры. То есть принятие решений такой динамической системой. Ну, в общем, так я вам могу признаться, что у нас пока планов особенных нету на следующий хакатон. Мы как раз сейчас находимся в поиске того, что можно было бы сделать, потому что как бы мы стараемся для хакатонов подбирать, с одной стороны, чтобы это была именно такая фундаментальная задача, чтобы это не было узкое использование платформы или какого-то метода, а именно попытка продвинуться в решении какой-то фундаментальной задачи, которая стоит там перед искусственным интеллектом, машинным интеллектом в данный момент. И если такой хакатон состоится, то я могу вам сразу сказать, ну, там, подумайте о том, чтобы не занимать вам первую неделю июля, скорее всего, потому что мы пытаемся сделать так, чтобы этот хакатон был сразу же после того, как сессия закончится. И, скорее всего, он будет занимать, опять же, неделю. И следите за анонсами. Я думаю, что, ну, как бы мы собираем идеи, и предлагайте идеи, если у кого-то из вас есть хорошая идея, на какую тему это может быть. И шлите нам, мы обязательно все это рассмотрим и обсудим. Ну, какие-то варианты, возможно, могут быть с Facebook AI Research, потому что мы с ними хороший контакт установили, и они тоже заинтересованы. Мы им сказали, ребята, если вы какую-то задачу предложите интересную, мы готовы вместе с вами дальше продолжить общаться. Даешь Multimodal Learning. Да, ну, нужно тогда подумать, как это сформулировать. Ну, есть уже несколько клевых датасетов, где, например, дается картинка и ее текстовое описание. Ну, можно начать с этого. Можно добавить третью модальность, например, лайки, картинки. Да, можно подумать. Спасибо за предложение. Еще вопросы? Можно. А вот вы осветили примеры того, что классно вы сделали за год, но это все ресерч и, ну, может, я не прав, но это в основном ресерч. А вот есть какие-нибудь кейсы, как там кто-то это внедрил в продакшн, и у них там все стало мега охеренно? Ну, вот прикладные вещи, не теоретический ресерч, а именно там кто-то завязал нейронки, заработал много-много денежек. Ну да, вот у нас на Хакатоне на предыдущем выступал из Google Brain Лег Уок, который как раз, вот он один из авторов статьи вместе с Ореолом Вильнилсом. Ореол тоже, кстати, выступал на нашем Хакатоне лектором. Они, значит, в конце 2014 года сделали вот эту модель, чат-бот, про которую мы говорим. И я его как раз спросил, ну, как бы, дело в том, что как раз то ли в сентябре, то ли в октябре Google, у них есть такой продукт, если вы знаете, для мобильных приложений, называется Inbox. То есть это альтернативный способ доступа к Gmail. То есть это как почтовый клиент. И в этом Inbox они как раз анонсировали новую фичу, которая называется Smart Reply. Этот Smart Reply заключается в том, что когда вы получаете письмо и открываете его, если вы нажимаете Smart Reply, то у вас генерируются три варианта ответа на это письмо автоматически. Вы можете выбрать какой-то из них, подредактировать немножко и нажать ответить. Поэтому, что если вы на мобильном устройстве, вам не хочется набирать длинный ответ, если вам алгоритм хорошо подсказывает, чтобы вы ответили в стандартной ситуации на такое письмо, ну или не в стандартной, то вы этим воспользуетесь, и время пользователя очень значительно сокращается. То есть вот примерно такой масштаб времени. Если они в конце 2014 года делают, то где-то за 8-9 месяцев они уже в Inbox добавили такую фичу. И вообще Google, последнее интервью у них было, они сказали, что они в 1200 проектов используют глубокие сети тем или иным способом. Но вот из этих конкретно работ, вот эта рекуррентная нейронная сеть для генерации последовательности слов, вот это Google Inbox. Остальные я не знаю, чтобы где-то были применены. Но вот эта штука, перенос стиля артистического, это просто, я так понимаю, какой-то стартап организовался, который сделал простую вещь. Он взял библиотеку, которая была доступна, засадил ее на Amazon и стал с людей брать деньги за ускорение того, чтобы картинка сгенерировалась. Так вы можете загрузить две картинки, чтобы получить себе ответ, вы будете ждать там 15 дней, а если вы заплатите 2 евро, то она вам через 10 минут пришлет. Соответственно, понятно, что особо не нужно обладать большими познаниями во всем этом, чтобы, имея первое и второе, совместить это и сделать такой сервис. Можно назвать это продакшеном или нет, я не знаю. А, да, сейчас вам микрофончик дадут. Спасибо большое. А вы не могли бы назвать какие-нибудь кейсы интересные, применительных задач, анализа естественного языка, но не в смысле, например, чат-ботов, а в смысле information extraction, ну, скажем, извлечения каких-то типов фактов из больших объемов информации. И планируете ли вы в этом направлении что-то организовать? Спасибо. Да, вот опять же на нашем хакатоне был Фин Бланцем из Google DeepMind. Они как раз занимаются, у них вышла статья по этому поводу, они занимались предсказанием как бы сущностей. Вот задача ставится так, что у нас они взяли, по-моему, Daily Mail и еще какое-то большое табло, это английский. И там у каждой статьи есть summary. И, значит, соответственно, они на вход мы подаем эту статью, а задача такая, что в summary там убраны какие-то ключевые слова, и задача алгоритма предсказать, какие слова должны в этих местах стоять. Причем там обычно как, что summary, оно не воспроизводит никакой текст из статьи, оно написано абсолютно другими словами. И задача алгоритма в том, чтобы как бы прочитав всю статью, отформатировать правильно, заполнить пробелы в summary. Можно сказать, что это такое как бы извлечение смысла из этих данных. И он показывал, что, да, действительно, им удалось добиться, что это работает. В принципе, это очень как бы перспективное, интересное направление. Мы тоже, возможно, будем двигаться куда-то в эту сторону. Окей, последний вопрос. Здравствуйте. А какие перспективы применения вот этого глубокого обучения в науке, к примеру, в физике? Физике. Я думаю, что в физике, скорее всего, пока вот то, что первое в голову приходит, это и вообще, ну не только в физике, во многих других науках, где сейчас применяется, когда вам нужно искать какие-то объекты, то есть у вас есть поток данных, вам тоже нужно найти какие-то паттерны, которые соответствуют, могут опровергнуть или подтвердить вашу гипотезу научную, которая у вас есть. То есть, например, это могут быть картинки, получаемые с микроскопа, на которых много-много-много-много фотографий и много-много-много клеток. И вам нужно понять, какие клетки, например, там заражены чем-то или какие-то обнормальные и так далее. Естественно, вы можете внутреннести алгоритмы делать это. И таким образом вы там сможете их посчитать. А без этого алгоритма просто человек не сможет пересчитать, сколько там этих клеток, если на одной фотографии их может быть миллионы. Ну и в других областях, я думаю, что в каких-то там физике, где тоже очень много данных генерируется, и нужен метод, чтобы найти схожие объекты быстро, это будет применимо. Можно я добавлю? Я работаю в лаборатории лямбда Яндекс, которая как раз работает с ЦЕРНом и LHCB, и мы сейчас как раз разрабатываем с помощью глубокого обучения сверточных нейронных сетей возможность помощи, то есть улучшение алгоритма восстановления треков пролет частиц по результирующему следу на рич детекторе, колориметр детекторе. То есть там есть какие-то в явном виде приложения сверток уже, которые скоро будут в ЦЕРНе. Окей, давайте еще раз поблагодарим Михаила. АПЛОДИСМЕНТЫ